Если ты хотя бы раз, придя в клуб, представлял себя по ту сторону диджейского пульта, если ты хотя бы раз думал о том, чтобы стать королем вечеринки, тогда это видео для тебя. Меня зовут Диджей Мосс, вы на канале Аперкасс, и сегодня я пошагово расскажу о том, как стать диджеем. Погнали! Вообще, диджеинг — это один из самых доступных способов самореализоваться с помощью музыки. Что-то волшебное происходит, когда один трек плавно меняется на другой, а аудитория оживленно на это реагирует. Давайте разбираться, что нужно сделать для того, чтобы стать диджеем. Первый пункт или первый шаг — это появление или наличие желания стать диджеем. Как вообще появляется желание стать диджеем? Ну, люди приходят в клуб, допустим, видят какого-то человека на сцене, который играет музыку и думают, «Ммм, блин, прикольно, вот он играет свою музыку, а мы все под нее танцуем. Я бы тоже так хотел бы». Или же человек заходит на YouTube и натыкается, например, на видео с Boiler Room, смотрит на ту потрясающую атмосферу, которая царит непосредственно во время выступления диджея, и думает, «Вау, офигенная энергетика! Я хотел бы быть на месте этого человека!» Таким образом зарождается желание. Также важно понимать, где бы ты хотел играть. То есть для тебя достаточно играть на домашних вечеринках или где-нибудь на даче у друзей, или ты всерьез намерен играть в клубах, на фестивалях, на каких-то больших рейвах. А может быть, ты хочешь выступать с артистом. То есть, ну, давайте возьмем OG Будду. У него есть свой концертный диджей. Или, например, группа Limp Bizkit. У них есть свой концертный диджей. И тебе бы хотелось, как они. Например, мне в самом начале моего диджейского пути очень хотелось попасть в какую-то рок-группу и рубиться с рокерами только в качестве диджея. Поэтому очень важно понимать, чего вы хотите от диджеинга. Вы хотите быть по ту сторону вертушек в клубе? Или вы хотите просто включать свою музыку на домашних вечеринках? Или вы, возможно, хотите, не знаю, делать свою музыку и играть свою музыку? Все эти вопросы хорошо бы начать задавать себе в самом начале вашего диджейского пути. Чем раньше вы на них получите ответы, тем раньше вы начнете двигаться в верном направлении. Все. Это база. Окей, желание у нас появилось. Мы определились, допустим, для чего мы хотим диджейить. Мы понимаем, где бы мы хотели играть. Следующий шаг — это изучить основы. Буквально изучить основы подключения оборудования. Какие кнопочки что означают и для чего они вообще существуют. Научиться хотя бы базово сводить треки. Для этого существует два пути. Можно изучать все это самостоятельно. На ютубе полным-полно роликов, всяких разных роликов про то, как нужно диджеить. Либо же пойти в диджей-школу. Сейчас я расскажу о плюсах и минусах и того и другого пути. Если вы будете учиться самостоятельно, самый основной плюс — это то, что вы сами себе хозяин. Вы учитесь тому, что хотите. Вы хотите, например, играть как техно-диджей, вы начинаете гуглить или искать в ютубе, как играть техно, как сводить техно и сами набивая себе какие-то шишки и ошибаясь, на этом учитесь. Приколен тем, что это как бы ваш прожитый путь, но при этом он отнимает гораздо дольше времени. Большим минусом является то, что вам уже на этом этапе понадобится какое-то оборудование. То есть вы где-то должны практиковаться и на чем-то учиться играть. Это является большим минусом. Плюсом обучения в диджей-школе является то, что вы сразу пропустите самые частые ошибки, которые совершают диджеи. То есть ваш инструктор, ваш преподаватель, скорее всего, сразу объяснит вам, чего не нужно делать, чтобы не ошибаться. Ёб твою мать! Не делай так больше, я знаю джиу-джитсу! Если преподаватель или диджей-школа классные, то вы почерпнете у них их мастерство, их опыт, их экспириенс и, возможно, их фишки. Абсолютно точно могу сказать, что к плюсам обучения в диджей-школе можно отнести то, что научитесь диджейить, вы быстрее. И вторым плюсом обучения в диджей-школе является то, что вам не нужно иметь свое оборудование. Вы можете приходить в диджей-школу и пробовать играть на всяком разном абсолютно оборудовании, на контроллерах, на вертушках, на CD-проигрывателях. Тем самым вы попробуете разное оборудование, поймете, возможно, что вам ближе, вам, возможно, больше понравятся контроллеры или вы захотите играть только на виниле, или вам будет достаточно сидюков там и флешек. Разобравшись в том, какое оборудование вам подходит и вам нравится, тогда уже можно приобретать себе свое собственное оборудование. Новички очень часто ошибаются, покупая какое-то оборудование по советам. В итоге они на нем пытаются научиться, у них ничего не получается, им трудно, ничего не понятно. Стоило просто попробовать поиграть на разном оборудовании и принять решение, какое оборудование вам больше всего подходит. Про то, что означают все эти крутилки и про базовое сведение, мы подробно рассказали вот в этом ролике, поэтому, если вам интересно, госмотреть этот ролик, а мы пошли дальше. Третий шаг к тому, чтобы стать диджеем, это создание своей музыкальной библиотеки. Каким образом мы создаем нашу музыкальную библиотеку? Банально качаем треки. Бесплатная музыка, зашибись! Это что такое? Не знаю, надо проверить. Стоять, ФБР, всем оставаться на местах! Мы можем покупать треки, можем просто заходить на какие-то диджей-пулы или специальные ресурсы, на которых продается диджейская музыка, слушать музыку, которую там продают, скачивать или покупать то, что нам нравится. Также мы можем слушать какие-то тематические плейлисты, условно говоря, в Spotify есть тематические плейлисты по жанрам. Мы можем по жанрам слушать музыку и то, что нам нравится, каким-то образом себе добывать. Также мы можем слушать диджейские миксы, мы можем слушать диджеев, которые нам нравятся, скачивать их миксы или в онлайн-режиме слушать их миксы и просто тупо смотреть плейлисты и скачивать треки, которые нам нравятся. Так чего же мы ждем? Также мы можем ходить на вечеринки или в заведения, в которых играют наши любимые диджей или наша любимая музыка и тупо шазами треки, которые там играют, а потом их скачивать. Таким образом, делая все это, мы будем создавать нашу музыкальную библиотеку, мы будем создавать тот пул треков, которые в дальнейшем мы будем играть. Если вы хотите познакомиться с 10 наиболее популярными на танцполах сейчас жанрами, то тогда ГОПА ссылочки в описании, там вас ждут 100 абсолютно бесплатных танцпольных бенгеров, качайте и кайфуйте. Отлично, у нас появилось желание, мы изучили основы, мы изучили базу, мы создали свою музыкальную библиотеку, что дальше? А дальше пункт четвертый. Нам нужно практиковаться. Практиковаться буквально означает набивать руку, то есть как можно больше часов диджейской практики. Мы можем это делать дома, мы можем это делать там, где у нас есть доступ к диджейскому оборудованию. Это может быть диджей школы, или вы можете арендовать какие-то студии с диджейским оборудованием, но постоянная практика нам просто необходима. Когда я начинал диджейить, мои менторы спрашивали у меня, сколько часов в неделю я практикуюсь. Я говорил, ну смотрите, я играю два раза по два часа, соответственно в неделю у меня 4 часа практики. Они говорили мне, то есть получается у тебя столько игровая практика, то есть вне клубов, вне выступлений ты не практикуешься. Я говорил, нет. Они сказали, ну таким образом ты будешь очень долго расти и развиваться как диджей. На меня это произвело большое впечатление. Я купил себе диджейское оборудование домой, я к тому моменту уже понимал, какое оборудование мне нужно, и начал просто на нем практиковаться. И именно тогда начался мой диджейский рост, и тогда я реально бустанул X10 к тому, что было до этого. Поэтому максимально рекомендую вам практиковаться как можно больше, особенно в начале пути. Вы можете купить себе домой какой-то бюджетный контроллер. Для того, чтобы его купить, вам в первую очередь нужно ответить себе на вопрос, будете ли вы использовать джок для скретча или для запуска трека или нет. Потому что если нет, тогда можно вообще самый дешевый контроллер покупать, там буквально за 20-25 тысяч домой, и просто нажимая кнопки сводить треки. Это очень запросто можно сделать на бюджетных контроллерах. Если вы хотите задействовать джок для запуска трека или для скретча, тогда вам будет необходим контроллер немножко подороже. Отлично! У нас есть неуемное желание быть диджеем. Мы изучили всю базу, мы знаем, как все это работает, мы знаем, как хотя бы базово сводить треки. Мы уже собрали определенную музыкальную библиотеку, у нас есть треки, у нас есть что играть. Теперь нам нужно обзавестись комьюнити. Шаг номер пять – это создавать вокруг себя комьюнити. То есть буквально у нас есть что играть, и теперь нам нужны люди, кому это играть. На начальном этапе я просто не могу представить себе причин, по которым промоутер должен позвать вас в клуб. Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Эти причины должны создать себе вы сами. Вы можете вести стримы, вы можете активно вести соцсети, вы можете в конце концов начать делать вечеринки. Это звучит только громко, стартовать вечеринки. Можно стартовать буквально на даче, вы можете там каждые выходные, летом на даче делать какие-то мини-пати на 20-30 человек. И поверьте мне, с каждой новой вечеринкой у вас будет все больше и больше людей на вашем танцполе. И таким образом вы тоже обрастаете комьюнити. Активно ведя соцсети и показывая музыку, которую вы собираетесь играть, демонстрируя свой музыкальный вкус, демонстрируя свои скиллы, свою технику, вообще просто показывая свое желание быть этим человеком за диджейским пультом, все это будет формировать вокруг вас, поклонников, комьюнити, вашу небольшую фан-базу. А уже после того, как вы обзаведетесь комьюнити, вам будет гораздо проще написать промоутеру и спросить, не хотите ли вы поставить меня в клуб? Он скажет, а вы кто? Вы скинете ему ссылку на свои соцсети, покажете свои стримы. Человек увидит, что вокруг вас уже есть какая-то движуха, подумает, что ну я сейчас поставлю этого парня или девчонку. 30 человек на него придет, а это уже там сколько-то денег в баре или сколько-то денег на входе за билеты и поставит вас. Поэтому шаг номер 5. Создавайте вокруг себя комьюнити. Теперь ты знаешь, что надо делать, чтобы стать диджеем. Осталось сделать первый шаг. Например, вы можете записаться на бесплатное пробное занятие в нашу диджейскую академию. Ссылка на него в описании. Или, например, вы можете подписаться на наш канал, чтобы шарить, потому что мы тут делимся всякими секретиками и даем очень много полезной информации про диджеинг. А на этом у меня все. С вами был Диджей Мосс. Это канал Аперкатс. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok